приветствую вас друзья традиционный видосик про трейд-ин с 3 июня 12 мск по 10 июня 12 мск у нас летний трейд-ин можно старые танчики обменять на новые или если вы гений можете поменять старые танки на старые танки если вы поняли о чем я в этом видео я вам помогу разобраться что стоит задавать а что не стоит что изменилось по сравнению с прошлым трейды нам и какие танки лучше всего выбрать и так добавили какого-то дядьку усатенького так называемый оценщик с крыской на плече видимо любое событие в танках проходит более успешно и больше привлекает танкистов если этим мероприятием заведуют лысый дядька яркий тому пример это черный рынок теперь еще будет у нас лысый дядька видимо еще и в трейд-ин и так новые танки которые можно взять так называемая цельщик нам их подобрал это ст советская ст-шка восьмерка су-130 pm пт-шка советская французская лора 40 тонн американский ренегат немецкий е-75 т.с. француз alt pro time x30 и еще один француз 6 уровня британ пантера бритая пантера это те танчики новые которые можно взять и мы видим здесь что есть из чего выбрать хорошие танчики присутствуют на прошлом трейды не проблем чё сдавать не было была проблема что взять поскольку интересного после того как убрали из трейды на возможность взять turtle mk1 который сейчас является лучшим фармером опыта и хорошо себя показывают в турнире на максимальный опыт но после того как эту turtle mk1 убрали брать там особо было нечего все остальные танчики старенькие не выделялись было не интересно сейчас же интересного завезли много но надо сначала выбрать чё сдавать сдавать танки можно как обычно за 50 процентов за 70 и за сто процентов один к одному за сто процентов новые танки которые можно сдать елси эвен 90 уже когда-то была возможность его за сто процентов сдать потом убрали потом опять вот видим добавили видим что телепают эту лтшку туда-сюда в тех трейды на где елси эвен 90 можно было сдать за сто процентов один к одному это был самый сдаваемый танк практически всегда он был в топе больше всего танкисты сдавали именно его в свое время танкисты понабрали этих эвен 90 целую кучу также есть очень много танкистов которые любят этот танк и ни за что не сдадут есть как бы две стороны те кто любят этот танк и те кто в первую очередь сдают также еще за сто процентов новые танки которые можно сдать это прожета м35 мод 46 а также марс марс это копия прожета только в 3d стиле что я хочу сказать я ни за что бы не сдал прожета и марс это очень классные офигенные танки приятно играются очень интересные машины а вот елси эвен 90 это танк на любителя такой специфический геймплей даже среди легких танков поэтому некоторые либо полюбили этот танчик либо задают тут уже на свой вкус и цвет сами думать теперь я вам подскажу какие танки на каждом уровне лучше всего сдавать чтобы получить максимальную выгоду здесь я уже полистал и заметил что некоторые халявные машины которые можно было с кайфом сдавать мы их получали бесплатно немножко подрезали и халявы стало меньше но она все равно присутствует сейчас все расскажу на восьмом уровне стоит сдавать танки которые вы получили бесплатно каких-нибудь марафонах или допустим если вы получили т-54 первый образец за то что вернулись в игру не играя сто дней сейчас под турнир чака тем кто возвращается там есть на выбор хорошие танки а прошлый раз эта акция по возвращению за нее давали т-54 первый образец я думаю что сейчас т-54 первый образец не актуален если вы по возвращению по этой акции в игру получили его можно его наверное сдать сюда не думаю что он ближайшее время будет актуален до его потенциально когда-то могут апнуть если у вас есть терпение можете оставить на долгой дистанции лучше танки не отдавать особенно высокого уровня допустим 8 пускай лучше стоят когда-нибудь их апнут может быть мы этого дождемся но это не точно могут и не апнуть в целом т-54 первый образец ждет своего апа с того момента как он появился в игре а в игре он появился в патче 097 в 2015 году 9 лет это танчик ждет ждет никак не дождется а так по сути последнее время очень много восьмерок апнули и ближайшее время очень много ребалансов нас ждет разработчики анонсировали на сколько-то там лет вперед эти самые ребалансы поэтому я бы честно говоря восьмерки особо бы не отдавал тем более что есть на других уровнях танки халявные которые лучше их сдать поскольку там реально выгода есть восьмерки я бы лучше придержал и так переходим к седьмому уровню здесь очень много и сильных танков премиумных есть которые мы бесплатно получали в свое время там е25 можно было получить но я бы такой танк не сдавал а вот какой нибудь классический уже в моем обзоре трейды на супер халкет который мы получили бесплатно это танчики думаю стоит сдать но его урезали танчик стоит 8000 золота если мы его сдаем мы получаем скидку 4000 золота раньше эта скидка была больше поскольку учитывался он не как 50 процентов а как 70 процентов мы видим что халява в этом месте стало меньше но в любом случае зачем он вам нужен он не премиумный он не фармит он просто подарочный бесплатный только если вам очень сильно нравится на нем играть но я думаю лучше взять прям восьмерку тем более там сейчас есть чего выбрать тоже еще т28 htc это тоже не прям танк это просто акционная семерка которую мы получаем в лбз я в рандоме их практически никогда не вижу зачем она вам надо тоже не понимаю она тоже задается за 50 процентов тем самым мы получаем скидку в 4000 если мы будем брать восьмерку которая стоит 11000 золота от нее отнимаем 4000 и у нас получается прям танк восьмого уровня за 7000 а отдаем мы просто ненужные танки которые даже не премы один из них вообще просто подарок также здесь еще появился новый танк который мы тоже получили кто-то на халяву кто-то может быть и не совсем это седьмого уровня и стражка советская т-34 м54 если вы его получили бесплатно ну как бесплатно в любом случае вы потратили много времени время все-таки ценный ресурс в жизни но в любом случае вы можете его сдать за 50 процентов и тоже получить скидку 4000 танчик многим не особо зашел на нем конечно я поиграл играть на нем можно но танчик обычный прям какой-то необходимости чтобы он у вас был я особо не вижу обычная семерочка но это уже прям танк я бы лучше сначала задал каких-нибудь супер халкетов и т-28 htc а потом уже если вы их уже поздавали можно уже добраться и до этого танчика я сомневаюсь его ближайшие лет 300 буду топать он только появился по балансу я бы не сказал бы что он плохой просто ну такой очень сильно на любителя переходим к шестому уровню что тут можно сдать вк 2801 105 подарочный танчик за 50 процентов можно сдать получить скидку в 3000 абсолютно бесплатный танчик но он очень сильный и прикольный я бы лучше на нем сначала наигрался а потом уже можно и отдавать супер чафи я помню нам дарили экскалибур кстати тоже танчик за лбз можно сдать его за 3000 он не прям это просто акционный танчик шестого уровня зачем он нам нужен непонятно да у него прикольно скорострельная пушка но в целом это огромная бочка дырявая на которой не так уж легко играть какой-то некий прикол свой в нем есть но я бы лучше его отдал также подарочный т-52 и подарочный вк 3601 к вк 41 7 с половиной сантиметра эти танки тоже можно за 50 процентов сдать и получить скидку в 3000 на шестом уровне все халявные танки я перечислил переходим к пятому левелу тут тоже очень много всяких подарочных танчиков которые я иногда путаю поскольку на низкие левела и не особо заглядываю и не сильно обращаю внимание что там на дарили но попытаюсь вспомнить что там нам когда-то дарили к в 1с с механизмом зарядки можно сдать и получить скидку в 2250 также кажется на день рождения дарили amx 13 fl 11 кажется это все подарочные танки на пятом уровне может быть какой-то забыл но 5 уровня я не сильно там уж в них вникаю что запомнил то запомнил и так все танки халявные которые можно сдать и получить выгоду поскольку они нам либо не нужны либо они вообще не прям танки либо подарочные либо за лбз все я перечислил там появились некоторые новые танки некоторые танки немножко меньше халявы теперь приносят но тем не менее я все назвал можете обратить на не внимание чтобы сдать теперь давайте разбираться что брать всегда в трейдинах проблема что взять что сдать всегда найдется что же мы можем взять на восьмом уровне тут есть т-34 американский тяж восьмого уровня его я рекомендую брать за боны очень хорошо после апа фармит легко и приятно на нем играть единственно что он не особо про скорость и про броню поэтому ошибки не любит он прощать нужно еще подумать подойдет он вам или нет че в т-95 британские ст восьмого уровня после апа неплохой но прям чтобы аж за золото его брать в трейдине ну такое просто обратил на него внимание поскольку он недавно получил ап кто-то по-любому про него спросит я на нем немного без стрима играл в принципе он нормальный но да им бы далеко т-25 пилот 1 лучше брать за боны пантеру 88 обязательно брать за боны в первую очередь за золото тут нет смысла брать вот за боны сразу берем если у вас есть эти самые боны а м xcdc для статистов которые в игре там полтора процента очень сильный танк но очень сложный ну и из новинок су-130 pm очень сильная пт-шка но с таким вот кустарным геймплеем со стрельбой от маскировки танчик с хорошим пробитием альфой без брони с неполной башней не полностью на вращается абсолютной картоний но наваливает урон хорошо пушка немного покрыве чем у скорпиона но в целом все равно нормально сильная пт-шка рекомендую брать если есть желание возможно также ренегат для сильных пряморуких игроков которые могут реализовать утяжа так себе броню не особо подставляться но при этом реализовывать очень сильную пушку очень хорошо танк фармит если вы умеете на нем нормально играть очень сильная пушка пробивная дпм на точной стабилизированная то же самое могу примерно сказать и про е-75 тс который в броне даже получше но он размером чуть ли не с мауса просто огромный танк и на нем хоть и у зимых зон меньше чем у ренегата но он такой большой что если вы за укрытие не спрячетесь все равно вас будет пробивать а найти укрытие для огромного танка тяжеловато но танчик неплохой но мне ренегат нравится намного больше также из нового еще есть лора 40 тонн и amx-30 эти танчики сложноватые немного проседают на фоне предыдущих новых танков очень сильно на любителя тяжело на них играть из тех танков которые я еще не назвал которые неплохие сейчас после apm4 a1 револьвер неплохо себя показывает ну и на любителя две птшки немецкая canon 105 и китайская в з-121 ft они на любителя 1 про кустарный геймплей с хорошей пушкой и 0 брони но хорошая скорость вторая кривая альфовая дпм на я пушка с неплохой рикошетной броней лобовой хорошая маскировка но очень кривая пушка еще эти птшки в принципе неплохие но очень сильно на любителя все более менее интересные танки я перечислил и в тех которые стоит сдавать и те которые стоит брать в принципе все пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока